Вода — пламя жизни. Тара — очищение, является противоположностью процесса перехода в состояние, именуемое тума — нечистота. А если под нечистотой подразумевается смерть, то чистота означает жизнь. И самое яркое свидетельство тому — воды Миквы — символ утверждения жизни, ибо вода — наиболее убедительный символ жизни. И Дух Божий витает над ликом вод, Берешит 1.2. Прозрачные чистые воды называются на иврите Маим Хаим — живая вода. Тара учит, что воды покрывали всю Вселенную до тех пор, пока Создатель не разделил воды. Берешит. Цитата. «Жизнь не может существовать без воды. Вода — действительно источник жизни не только для прошедших поколений, но и сейчас, здесь». Сильвия Скапа. Что такое вода? «Всякая органическая жизнь от портоплазмы до человека в основе своей является водой. Зародость человека на 97% состоит из воды, взрослый человек на 60%. По мере старения человека количество воды в его теле уменьшается, цитата, «словно содержание воды является мерилом жизненной активности человека. Это выглядит так, словно пламя жизни поддерживается водой». Л. В. В. Вольф. Водяное тело. Когда астроном смотрит на далекую звезду и размышляет над тем, есть ли там жизнь, он в первую очередь интересуется тем, содержатся ли в ее атмосфере пары воды. Если они действительно там присутствуют, тогда, возможно, и жизнь на этой звезде. Психологи-фрейдисты считают океан или воду, снящиеся человеку или фигурирующие в мифах, символом жизни. Ведь человек родился из сосуда, полного воды, которым является плацента, наполненная околоплодными водами. Неудивительно поэтому, что в молитве Шмане-Сре мы благословляем Бога за то, что Он дает нам дождь, произнося эти слова рядом с благословением о воскрешении мертвых. Попив воды, мы произносим благословение, дабы оживить душу всего живого. Вода, больше чем что бы то ни было, насущно необходима для жизни, и она символизирует жизнь. Представитель другого народа, решивший войти в завет праца нашего Авраама, то есть принятие еврейства, обязан пройти омовение в Микве, поскольку он считается как бы заново рожденным, как младенец, только что появившийся на свет Микве. И идея рождения к новой жизни акцентируется омовением в водах Миквы. Погружение в Микву привело к рождению нового еврея. Так воды, символизирующие жизнь, аннулируют нечистоту, которая не что иное, как шепот смерти. В свете этой символики мы можем понять и требования, предъявляемые к Микве. Воды ее должны быть естественными, как вода колодца или дождевая вода, а не вода, которую черпают в сосуды или накачивают с помощью насоса. В чем тут разница? Вопрос этот волновал людей издревле. Однако в свете сказанного выше уже можно понять смысл этого различия. Подчеркивая, что воды Миквы должны быть естественными, мы сознаем, что только Создатель – источник жизни, и только к нему мы обращаемся с просьбой даровать нам жизнь, нам и потомкам нашим. Не человек – властитель жизни и хозяин своей судьбы. Воды, которые начерпывают или накачивают, воды, извлекаемые искусственным способом, не очищают, поскольку нет в них очистительной силы, которая есть в водах живых. Жизнь от Бога.